Смотрите, мы сейчас все-таки пытаемся нарисовать, где будут расположены предполагаемые водохранилища. Вот пока рисуют, прошу прощения, пока рисуют выдержку из этого же отчета, если можно сказать. 50-х годов. На Буре схема рекомендуется в качестве первоочередного Желандинского гидроузера. Я о нем говорил, это Бурейское место, которое сможет обеспечить борьбу с наводнениями на Нижней Бурее. А также совместно с Зейским, Кузнецовским на Верхнем Амуре гидроузлами почти полностью ликвидируют наводнения на Среднем Амуре до остея реки Сумберя, до китайской стороны. С учетом Гилюйской, освоения Зей, Селемжи, Русиновской ГЭС и так далее. Давайте вот можно нарисовать схематически площади водохранилища, полагаемые, вот та, которая у нас уже сейчас есть. Вот Александр Сергеевич, слушайте, или поймите, что не будет? То есть у вас предполагаемые, в общем, если это принято. Нам интересно, какая территория области будет под водой, если построят все эти гидроэлектростанции. Объемы, масштабы, вообще не будет видно. Зейское море. То есть Зейское море большое на карте. Зейское море отличается от Мурейского, при этом Мурейское ГЭС выше по объему роботи, чем Зейское. Почему? Потому что глубина очень большого влияния. То есть это прям совсем не будет видно на карте? Зейское ГЭС, по-моему, по площади, Зейское водохранилище, около 1% площади, менее 1% площади. Зейское ГЭС очень большое, но еще раз большое. От глубины же очень сильно зависит. Если мы говорим с вами про Зейскую ГЭС, то установленная мощность этой ГЭС 1300 мегаватт. При этом Мурейское море, которого на карте не видно, а при этом Мурейское ГЭС вырабатывает 2000 мегаватт. То есть в полтора больше. Я хочу обратить внимание, значит, вот Зейское море мы видим. Дальше Мурейское. Мурейское выходит на территориях оборонского края. А в середине это Нижне-Бурейское хранилище. Вот то нижний здесь. Оно практически примыкает. А где Гилюйское и Селенджинское? Гилюй вот здесь. Значит, Гилюй пойдет сюда где-то. Там тоже в стопках, там оно будет как Бурейское. Да, конечно, каньонного типа, низокое и глубокое. Можно красный взять, если что. Да, вот Гилюйское ГЭС, здесь Селенджинское, здесь Русиновское. Так. А площадь водохранилища, их тоже не будет видно на карте, да? Предполагаемо. Да, это точнее. Маленький, да? Я сказал, это менее 1%. Самое крупное водохранилище многолетнего регулировали, подчеркиваю. Здесь водохранилище. То есть на карте их даже не будет видно? Они будут вот такого. А Ниманское, оно находится в Кабаровском крае. Это приток Бурей. Вот, и, значит, за пределами Амурской области, Шутинское. Что касается Дальнего Востока, здесь Дальний Леченский ГЭС предполагается. Приморье-то совсем далеко. Приморье, да. Привет. Ну вот есть ощущение, что в центре региона получается, да, благодаря Нижнезийской ГЭС, такой... Такой достаточно большой объем воды. Такая хорошая копилка воды. Да, да, да. Что вы называете регионами? Посмотрите, что... Амурская область. Говорите, Амурская область. Хорошо, вы говорите, Амурская область. Сержанна Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот как-нибудь это отразится на климатическом положении, да, Амурской области? А климат, то нет. Климат, это понятие такое масштабное, его часто путают с погодой. Например, погода этого года была не характерная, это чрезвычайно циклопическое количество осадков, которые досталось бассейну. А Амур, это признак метеорологический этого года. Климат, понятие гораздо более широкое. Это средняя погода, наиболее характерная для региона, которая складывается под влиянием таких обширных факторов, в данном случае это материк, тихий. А вот Андрей Мадестович говорил, немножко поменялся. Что климат поменял? Конечно, конечно. Я не метеоролог, я бы это... Нет, вы, как обычно, жители районов. Я слушала всех внимательно, спасибо, что пригласили. Мне очень понравилось, как сказал Андрей Мадестович, я просто сейчас прокомментирую. Есть понятие климат, это большая такая территория, это планетарный масштаб. И сейчас на всей планете, как вы знаете, идет процесс общий, называется он глобальное потепление. Хотя климатологи говорят изменение климата, они любят вот этот термин глобальное потепление. Хотя тенденция нарастания планетарной температуры имеет значение, имеет место и в разных регионах проявляется по-разному. Где-то даже понижение отмечается. Но в комплексе есть специальная методика, как она проявляется. Она нарастает. Что бы там ни говорили, что бы там ни говорила Юлия Алькина, на моем любимом радио, процесс этот пока еще идет. Пока не обратим тренд вот такой на потепление. То есть, а мы говорим, она известная ГЭС, поэтому мы с ним теплее. Ребята, а остальное микс-то, какая ГЭС-то? Это очень сложная механика, до сих пор неизвестна почему-то эти колебания, хотя все знают, что климат менялся всегда на всех килограммах. То есть ГЭС особо не влияет на гидролитеростанции? Влияет, но есть, знаете, мезоклимат, есть микроклимат. То есть вот мезоклимат, конечно, это несколько килограмм. Но мезоклимат это что? Это такое вот, естественно, когда открытое зеркало воды имеется у тебя под водой. Да, он уже притягивает осадки, да? Нет, он не притягивает осадки. Это повторяемость разных туманов, допустим, и из морозей. Там, допустим, какая-то, естественно, колебания температуры, потому что они смягчают, водная поверхность, она смягчает температуру немного. Ну, это вот жители Зайского района, грубо говоря. Почему? Не все жители Зайского района. То есть для тех, кто живет рядом. Да, это порядка, но я не могу сказать, я, конечно, читала там чужие статьи, естественно, мы этим не занимались, потому что я не науку представляла, представляла раньше оперативно-производственное подразделение Росгидромета, но просто, естественно, работала все время с цифрами, с этими. Поэтому, вот если брать, допустим, как изменился за 30 лет климат области, несколько точек, Благовещение, Тында, Зея, хотя за 30 лет уже Зея была, до этого был Пекан, неважно. Больше всего, допустим, в территории области температура приросла в северных районах. Вот самое интересное, Тында дала самый большой прирост относительно себя же, то есть там стало немножко теплее относительно Тынды, Благовещение стало. Ну, даже не злее, даже не злее. То есть, мы можем сказать, что гидроэлектростанции, кардинально к нему не изменят, да? Мне интересно, слишком холодно, мне хочется все-таки зафиксировать, дождлива нет, ну, то есть, вот, как бы... Чтобы мы не превратились в племене, да? Будет ли у нас более сыро, мокро, дождливо? А нет, а ты вспомни, пожалуйста, 2005 год засуха, 2007 год, когда заливалось Эйскер, а мы тут тоже высохли, у нас было 3 мм за месяц, а Эйсководохранилище было и так далее. Но у нас было 2 гидроэлектростанции, сейчас вы помогаете, что будет, как вине, в 2 раза больше. Вот этого. По-моему, это точечко, это они еще от себя прибавили, по-ручному прибавил. Прибавил. Ну, конечно, чем мы поймали. Да, площадь, на самом деле, меньше. Масштаб изменений климата, он намного больше, чем, я даже говорю, почему не регионная область? Не регионная область. Чем наши, хотя, конечно, вот понимаете, как вот, извините меня, от другую сторону, к любимому наводнению, потому что вот люди, которые приходили к нам, гости, спрашивали, я всех спрашивала одно и то же, можно ли было предсказать наводнение там за месяц, за сезон, за 3 недели. И вот, и да, и нет. Были прогнозы о том, что водность повышается, все с изменением климата. Но это вероятностный прогноз, который не дает ни точку, где будет наводнение, ни количества, на какой уровень поднимется вода, нету этой конкретики. И нет, нет такого прогноза, чтобы за несколько, достаточно продолжительный срок, чтобы можно было принять хозяйственное решение, нет такого прогноза, что за неделю мы говорим, да, вот в этой точке будет такой уровень, это мы можем, ну что такое неделю. За неделю мы знали, да. За неделю уже, как и с опросом. Понимаете, поэтому, вот когда говорят, вот мы все время пытаемся выйти на простые, примитивные ответы, которые понятны нашей широкой аудитории, хотя Анталия Владимировна говорит, что аудитория у нас еще та подкованная. Ну, понимаете, если... А у них будет разное. Да, если на интернет дело в том, что мне кажется... Если вы проведете голосование на самом уважаемом сайте Амуринфо по поводу, влияет ли ГЭС на климат, те же самые 67% скажут, да, влияет. Ну, это нужно провести, а потом говорите об этом. Они на соответствующем подготовке и компетенту, все, кто он просит, да, вот что уже 60%... Это нужно говорить, когда мы получим такие результаты. Это сейчас у нас... В любом случае мы должны говорить о том, что влияет это на здоровье населения в любом случае. Идут изменения. Повышение влажности с учетом низких температур. Институт патологии дыхания проводил исследование, в котором я, в частности, вот в рамках этого социсследования участвовала. И, собственно, там выводы однозначны, что повышение идет заболеваемости населения в Соне, Зейского водохранилища, дыхательных путей. Понимаете, в чем дело? Поэтому... А вы наблюдаете, что это время, Деймодестрия? Можно в одну сторону... Я об этом говорю, что 20 лет, но ни одного отчета живу и не видел. В Деймодестрия, что в Зейском районе проводят, потому что местные жители в дыхательных путях. Амурский, да, ради бога, это можно найти... Я просто училась в Зейской школе, и нам это говорили. Амурский госуниверситет по заказу Министерства образования проводила проект... Покажи мне, отчет, пожалуйста. Ну, я не руководитель проекта, я отчет вам... Да, ради бога, я отчет вам... Это, наверное, это же публичные данные. Конечно. Вы проводите этот разговор, мы ни разу, 10 лет проводим, 10 лет проводим экологические монитория. Знаете, вот еще можно я два слова скажу? Это вообще, конечно, демагогия, да, как угодно. Это то, что нравится, то, что нравится, если вы позволите, я закончу, Я помню, что партия Яблоко, она не умеет вести дискуссию, но я привык все-таки слушать друг друга. Да что вы говорите? Поэтому, с вашего позволения, я закончу. Что такое демагогия или популизм, исходить? То, что нравится толпе, да, то, что нравится людям. При этом я еще раз акцентирую, что когда разговаривают два ученых, два специалиста, то у них зачастую другие совсем аргументы, чем просто нравится, не нравится, влияет, не влияет. Если вы говорите о том, что есть такие данные, которые анализировали ситуацию по заболеваемости, это действительно очень серьезные научные данные, которые необходимо учитывать при разработке тех или иных, при обосновании тех или иных экономических проектов, если это действительно так. С другой стороны, я думаю, что все вы согласитесь, что технологический прогресс или технический прогресс, он неизбежно влияет на экологию. Если сегодня мы говорим с вами про Благовещенскую ТЭЦ, которая поставит тепло в город, то сегодня нужно понимать, что она ежесуточно сжигает состав угля. Если здесь тесно, то это влияет на экологическую ситуацию в городе. Но это ни в коем случае не говорит, что нужно отказаться от этой ТЭЦ и, соответственно, от тепла. Потому что мы привыкли к этим благам. Аналогичными благами является энергетика территории Амурской области, которая создает рабочие места, которая платит налоги, создает успех. Я бы сказала, что здесь вопрос стоит следующий область. Вот теперь я закончил, но так, Владимир, теперь, пожалуйста, скажите. Хорошо. Я считаю, что нужно рассматривать с точки зрения, что приобретаем мы, область, в лице жителей Амурской области, не нужно отделять жителей Амурской области от области абстрактной. И что из потери? И, соответственно, то, что действительно плюсы и достоинства, которые повлекут за собой развитие экономики, и так далее, и тому подобное. То, что... Я бы не говорила про вред экологии. Что такое экология? Экология – это наука. Вот мы сейчас все время, опять же, куда-то уводим. Мы должны говорить о влиянии на здоровье людей и влиянии на окружающую среду. Качество окружающей среды является одним из главных индикаторов, вообще-то, здоровья населения. И это тоже отдельная тема, на самом деле, с привлечением медицинских специалистов. Нет, Насталья Владимировна, вы уж поподробнее, поподробнее. Нам нужны данные. Я еще раз говорю... Вы понимаете, это вообще фраза. Это важно. Экология – это важно. Мы согласны. Как рассчитать ущерб от ЗСК? Я могу назвать сейчас 8 методик экологических, 2 из которых основаны на математическом моделировании. 2 из которых всего. И более того, они рассчитывают, допустим, одна из них через парниковый выброс, а вторая через условную тонну, попадающую в среду на умноженный коэффициент. Послушайте, когда мы говорим о экологических воздействиях, мы говорим о влиянии на погодные условия, на климат, мы говорим о влиянии на растительность, мы говорим о влиянии на животный мир, мы говорим о влиянии на почву и так далее и тому подобное. Есть определенные параметры. Это вопрос к ученым. У нас, к сожалению, не все слышно. Вопрос, что ученых привлекает. Что касается, вы говорите, ученые на другом языке говорят, дело в том, что наука – это тоже вещь очень неточная. И ученые имеют разные мнения, чтобы привлекать разные ученые. Даже самая точная наука – математика не является точной на 100%. Кстати, к сожалению, у нас не приехали представители Норского заповедника, не смогли они приехать, но по телефону они мне сказали «построят Селенджинскую ГЭС и убьют наш Норский заповедник». Я вот сейчас цитирую всего результаты. Абсолютно. Может быть, они частично правы. Я вам хочу еще раз подчеркнуть, я этот тезис уже сказал. Любой технологический прогресс влияет на экологию какой-то части. Абсолютно. И это мысль уже трижды озвучилась. Потому что на одну чашу весов нужно посмотреть риски, которые возникают в результате реализации этих проектов. А с другой стороны плюсы нужно посмотреть. Вот я сегодня, как экономист, могу абсолютно сказать, что плюсы перевешивают. Причем я могу это экономически обосновать, математически обосновать, цифрами обосновать, что будет в результате реализации тех или иных проектов. Экологи, они, конечно, имеют свое мнение, мнение очень обоснованное, но еще раз, математических расчетов я пока не видел. Более того, единственная математическая модель, которая здесь была озвучена, это влияние на заболеваемость населения в районе ЗЭИ. Нужно посмотреть, что это за расчеты, на чем они основаны. И тогда можно вывести затраты, какие-то экономические потери, которые возникают в результате того, что это население нужно лечить, оно несет какие-то социальные... Да, на этом случае мы говорим именно о том, что энергетики, к сожалению, как действительно было там раньше отмечено нами, что они не бедствуют, но то, что никаких компенсационных выплат, например, не предусматривается. В этом случае можно я расскажу? Аминициация... Так интересная тема. Да, интересная тема. Про компенсационные выплаты заговорили. Дело в том, что, опять же, по поводу выгоды экономической, я все-таки настаиваю, это наша позиция, о том, что в данном случае мы работаем на экономику Китая в большей степени, но, судя по цифрам, это неправда, на экономику Дальнего Востока. Знаете, я могу сослаться на высказывание публичное Олега Кожемяка в 2010 году в программе «Правительственный час» ГТРК. Он сказал, что мы, жители Дальнего Востока, должны сказать спасибо Китаю, что они покупают у нас электроэнергию, иначе мы бы платили за нее гораздо больше. Вот, пожалуйста, как один из примеров того... А откуда мы, что мы работаем на это? Они забирают излишек отразивения? А почему вы делаете? Дело в том, что... То, что вы сказали, это опять демагогия, то, что нравится людям. Я могу цифрами сейчас обосновать, что вы не правы, если хотите. Да, давайте все-таки другое русло разговорить. Ну, еще, абсолютно здесь, вот в чем суть нашего круглого стола? Абсолютно правильный посыл о том, что есть опрос, есть мнение населения, которое базируется на двух основных аргументах. Против-против ГЭС. Первый аргумент мы обсудили достаточно подробно уже, это экологический. Второй, это экономический, это тарифоформирования, каким образом строительство новых ГЭС повлияет на тариф, не будет ли он дороже. Потому что есть расхожее мнение, абсолютно некомпетентное, необоснованное, о том, что сегодняшний ГЭС не загружен, и поэтому у нас такой высокий тариф. Это абсолютно не так. Значит, давайте поподробнее. Сначала по поводу экспорта электроэнергии в Китай. Китай покупает у нас электроэнергию по оптовой цене. Сегодня есть две цены. Первая цена, это оптовая цена. Она сегодня составляет рубль 73 по 2013 году, это был рубль 62 по 2012 году. Китай покупает электроэнергию по этой цене. Цена между оптом и розницей, а розницей то, что в лампочке у нас горит. Значит, вот на добавку оптовой цены еще накладываются и затраты сетевых организаций, которые обеспечивают то, что у нас через понижающие подстанции, через сети обеспечивают нам электричество в лампочке. Вот если говорить о сравнении для населения, в Китае у нас для населения электроэнергия в Хэхэ стоит столько же, сколько блага я сейчас. Это нужно понимать. Значит, если сравнивать в разрезе, скажем, Дальнего Востока, то у нас один из самых низких тарифов на электроэнергию в Амурской области. Если сравнивать в целом по стране, то у нас абсолютно адекватный тариф. Он находится, ну, скажем, наверное, ниже среднего немного. Цифры я вам дал, вы можете их выложить потом на сайт. Где какой тариф? Значит, теперь то, что касается объемов экспорта электроэнергии. Сегодня на территории Амурской области производится, повторю, 13,5 миллиарда киловатт-часов. Это данные 2012 года. Из них 11 миллиардов, это производится ГЭС. Так вот, из этих 11 миллиардов в Китай отправляется 2,6 миллиарда киловатт-часов. Три из этих 3 миллиарда киловатт-часов отправляются в соседние субъекты и так далее. Существует договор между Интеррао и китайской государственной энергетической компанией о поставках электроэнергии в Китай в течение 25 лет в объеме 100 миллиардов киловатт-часов. Это мы здесь с вами говорим о том, что у нас есть гарантированный рынок сбыта на 100 лет в соответствии с этим договором. На 25 лет, простите, в соответствии с этим договором. Значит, что такое договор? Фактически, отгруженная по нашим сетям электроэнергия, куда бы то ни было, в соседние регионы, в Дальнем Востоке или в Китай, она снижает стоимость обслуживания... Тем самым можно снижать тарифы? Тем самым снижает влияние на тарифы формирования. Почему? Потому что если бы эта энергия не была экспортирована куда-то, оставалась в области, то содержать сети, протяженность которых составляет 28 тысяч километров, пришлось бы за счет 6,5 тысяч миллиардов киловатт-часов, которые потребляет непосредственно Амурская область. Вот и все. То есть здесь элементарно. Сети 28 тысяч, делим на 6,5 миллиардов часов, одна цифра. Делим на 11 миллиардов киловатт-часов, которые продаются с учетом Китая, Дальнем Востоке получается другая цифра. Поэтому говорить о том, что строительство новых ГЭС или содержание незагруженных существующих ГЭС влияет на тарифы формирования, абсолютно некомпетентно и неправильно. Вот о чем речь. Здесь абсолютно правильно говорить о том, что надо населению доносить эту информацию. И поэтому я и говорю, не потому что они уважают наше население, но сравнивать мнение, извините, бабушки на лавочке с мнением, допустим, метеоролога с докторским образованием. Но это абсолютно, извините, некомпетентно. Понимаете, я так понимаю, что люди сейчас свое мнение высказывают миграцией, миграционными процессами. Вот я про это имею в виду, что мнение бабушки не бабушки, но мы видим, что топ населения очень большой, и он с чем-то все-таки связан. Абсолютно. То есть, вот, поэтому почему мы и собрались, чтобы нужно разъяснить все плюсы, все минусы, чтобы люди могли четко понимать, что их ждет. Во-первых, еще очень важный вопрос. Кто в итоге принимает решение о строительстве этих ГЭС? Правительство принимает решение. Президент дал задание, как вы знаете, вот по прошедшим катастрофическим поводкам вернуться к этой теме. Я коротко говорил об этом. Теперь, что касается освоения гидроресурсов вообще, вот с чего бы я хотел обязательно на чем остановиться. Во Франции 95% освоения гидроресурсов, в Соединенных Штатах 82% освоения гидроресурсов. В Канаде, почти как в России, 65% освоения гидроресурсов, в России 20%. А почему? Потому что площадь большая, население у нас. На Дальний Восток руки не проходят. Вы же знаете, что у нас потенциал освоения гидроресурсов очень большой. Нужно правильно освоить. Вам сейчас почти на пальцах рассказали, как на тариф влияет освоение, в том числе и гидроресурсов. Поэтому строить или не строить, это все равно, что вы знаете, по экологии. Я сейчас час в пробке перед мостом стоял, там китайские автомобили, я не знаю, как они называются, с каким-то газом. Просто даже голова заболела. Мы молчим. Потому что мы понимаем, что транспорт должен быть. Вот на сегодняшний день технология такая, что этот выхлоп обязательно из этой трубы идет. Но без транспорта никуда. А по поводу гидравлических станций, я совершенно согласен. Это самый экологически выгодный источник электроэнергии. Но мы-то сейчас собрались, насколько я понимаю, в связи с прошедшими паводками. Я в начале разговора говорил, что на сегодняшний день мы должны сделать. Конечно, мы должны изучать влияние. Для информации говорю, что в любом проекте гидравлических станций есть специальный раздел. Называется ВОЗ, воздействие на окружающую среду. Там ученые разрабатывают, в том числе, как влияет на дыхательный аппарат человека, как влияет на воднитет растений, на какое расстояние от водохранилища. И веб-дворан у нас с 2002 года проводит социально-экологический мониторинг по Буревской ГЭС. Сейчас плавно перешел на Нижнебурейскую ГЭС. Александр Сергеевич, а эти материалы ВОЗ, они где-то в открытом доступе? Они в открытом доступе, они проходят общественные слушания. В 2005 году Амурский экологический клуб Укиткан выиграл суд с администрацией Бурейского района по поводу проведения общественных слушаний по строительству Нижнебурейской ГЭС. Помните такое или вас тогда не было? Тогда бы и общественные слушания протокол был признан незаконным, потому что не было материалов, в том числе, оценки воздействия на окружающую территорию. Ну, вообще-то не поэтому. И поэтому в том числе, там была нарушена процедура. Вот это правильно, вот это правильно. И там не было оценки. Там была нарушена процедура. Об этом я не знал, теперь я буду знать, что еще 40 периодов. А вот сейчас в этом правительство будет принимать решения. Вот мне интересно, вот правительство, да, вот кто конкретно, они говорят какие-то сроки, когда это будет решение, будут ли вот эти все учитываться, все эти... Гидроэнергетика, это ведь не частная компания, это государственная компания. И поэтому все решения принимаются на уровне правительства. Кроме того, владельцами водохранилища, владельцами водохранилища, это государство, тем более расположенное в нескольких областях или в нескольких краях. Поэтому государство берет на себя часть затрат по созданию инфраструктуры, например. Или как в советское время происходило развитие промышленности и так далее. Сейчас большую часть этих забот путем переговоров... Я очень благодарен и Олегу Николаевичу Кожемяку, и руководителям области, потому что они занимают активную позицию по развитию региона. Простой пример. Я совсем недавно наблюдал комбайны, какие были здесь на полях, и вчера или позавчера еду. Там даже... Они даже по дизайну шагнули настолько вперед, я уж не говорю про производительность и так далее. Поэтому вперед все равно будем развиваться, как бы мы ни хотели. Минимизировать ущерба, да, это нужно всегда... Я считаю, что количество жизни людей, живущих здесь, все-таки должно являться ключевым критерием. То, что вы говорите о развитии... У нас очень мало времени. Укладом в регионы является, на мой взгляд, показателем отоплости. Я все жду, как Наталья Владимировна говорила. Да, и вы точно послушали. Да, у нас осталось две минуты до окончания. Все хочу ответить. Павел Юрьевич, говори еще. Хорошо, спасибо. В Амурской области. Наталья Владимировна, я сначала скажу свое мнение, как житель Амурской области, на ту же самую тему. Вы говорите, что вредно жить в районах ГЭС. Я большую часть своей жизни прожил именно рядом с ГЭС. Сначала жил здесь, сейчас живу рядом с Бурейской ГЭС. И вот знаете, на мое здоровье это никаким образом не повлияло. И не только на мое здоровье, на здоровье окружающих меня я не видел, чтобы они там слишком много кашляли. И напротив, я не поеду в Благовещенск жить, потому что здесь воздух плохой, а рядом с ГЭС он хороший. Это мое мнение. А еще я хотел немножечко о истории. Кстати, тут есть ответы на многие вопросы, которые здесь прозвучали. О истории гидростроительства на территории Дальнего Востока. Как это начиналось? Начиналось это тоже. Повод был наводнение. Наводнение 1928 года. До этого времени, тоже после наводнений, были построены гидропосты. Но в 1928 году, когда наводнение случилось очень большое, сюда прибыла экспедиция Российской Академии Наук. Или тогда она называлась Академия Наук СССР. Буквально в 1929 году уже работала. И в 1932 году впервые прозвучал доклад о исследованиях этой экспедиции. Были сделаны выводы, что дамбы защитные вдоль русла реки, они неэффективны, что нужно строить ГЭС, именно ГЭС. Но Дальний Восток именно ГЭС. Дальний Восток не вошел в план ГЛРО, потому что план был принят в 1920 году, а Дальний Восток присоединился к России только в 1922 году. И вот требовались еще какие-то дополнительные, видимо, меры, чтобы электрифицировать эту часть. Планы были в первую очередь это. Несмотря на то, что повод был наводнение, приехали для того, чтобы строить станции, гидролитростанции. И вот уже тогда были намечены основные створы и на наших крупных реках. В том числе и Зейский створ, который, правда, был предложен выше теперь существующей плотины, немножко ниже устья Гилюя по Зее. Был тот же самый створ, предложен возле Громотухи на Зее, где сейчас планируется Нижнезейская ГЭС. И еще на Зее крупный створ предполагалось в районе Поляковского, Берчанская коса тогда называлась. Три створа, которые должны были минимизировать ущерб от наводнений. Уже тогда говорилось, что не полностью наводнения будут прекратиться после этого, но будут очень сильно снижены. Для того, чтобы больше, это нужно было строить плотины и на других реках. И вот тогда было исследовано и Бурея тоже, в самом начале 30-х годов. И был же Лунбинский створ предложен даже тогда. Затем в 1934 году состоялся 17-й съезд Компартии, которая решала все. И на этом съезде было сказано, давайте обратим внимание на малое ГЭС. Большие ГЭС, большие стройки строить не будем. Хотя на выступлении 1932 года выступающий руководитель экспедиции Рев Азиновик посчитал, сказал, какие энергоресурсы будут использованы. Вот эти три створа, три плотины на Зее должны были обеспечить таким же количеством электроэнергии, которым, ну, равном пяти дней прогресса, которые сейчас строились. И стал вопрос, а куда мы это электричество одевать будем? Ну и, вероятно, это тоже стало причиной, что после этого, после 1934 года, стали больше проектировать малые ГЭС. В том числе и в 1930-е годы были на Пурее, скажем, небольшие ГЭС на Дикане, запроектированные возле Семичейной реки Деи. В общем, произошла переориентация. О, очевидение, у нас просто уже время. Я понимаю. Отпишите мне еще по поводу экологии и жителей. Сейчас, Павелыч, вы закончите, да, и вы сейчас скажете, у нас просто уже очень, вот, лимит времени. Ну, хорошо, не осталось мне времени, да. Но очередные исследования крупные были именно после наводнений 1953 года. В 1954 году уже и Дальневосточный филиал Академии наук принял участие и гидроэнергопроект. И вот есть очень интересные выводы. Разработали схему комплексного исследования реки Амур, или что-то так, использования реки Амур, да, она так звучала. И гидропроектировщики в качестве первоочередной называли Кузнецовский створ на Амуре возле Кузнецова. Там наибольший эффект был от строительства, наибольший экономический эффект, больше электроэнергии могло выдаваться. Но все-таки вывод какой? Но в 1960 году, когда заслушивали этот проект, власти Амурские на заседании решили не принимать это решение. Сказали, первоочередным должна строиться Зейская ГЭС. Именно потому, что она защищает от паводков в первую очередь Амурскую область, а Кузнецовская будет спасать от паводков Китай. Это я к тому, что все-таки власти первоочередной задачей ставили защиту от наводнений. Я хочу сказать, что, безусловно, вопросы экологии очень важны, вопросы биозащиты, безусловно, актуальны. Но самая главная наша задача в том, чтобы были живы все люди. Поэтому, как давным вам сказали, все золото мира не стоит вносить ребенка. Я прошу, призываю, приглашаю, проедите, пожалуйста, Зейский район, посмотрите в глаза тем людям, которые это пережили. Бабушкам, дедушкам, детям, которые все это видели. И, ну, в общем-то, самое главное, что живы остались. Так вот, строительство Новых ГЭС и любые мероприятия, которые приедут к тому, чтобы было меньше наводнений, это оправдано. Этим надо заниматься. Вот и все. Вы хотели еще, совершаем уже. Буквально пару слов сказать, что, конечно, никто не говорит, что мы против ГЭС и не надо строить. Безусловно, без ГЭС не обойтись, конечно. Это мы все прекрасно понимаем. Но я обращаю ваше внимание на то, что строительство ГЭС не может быть как бы самоцелем. Решение строить, не строить, надо обязательно увязывать в контексте со стратегической программой социального, экологического, экономического развития региона. Есть у нас такая программа на сегодняшний день? Конечно. Я очень рад. Но стратегии и экономики. У нас стратегических документов очень много, стратегического планирования. Принята в этом году государственная программа Дальнего Востока. В соответствии с этой программой, буквально месяц назад была принята программа социально-экономического развития Амурской области на период до 2017 года, на короткий, на пятилетний период. Это социально-экономического. Ну, естественно. Там, в том числе, развития социально-экономического, экологического. Там еще было очень важно. Социально-экологический, обязательно экологический, экономический. Экономика, экология, они должны идти в паре вместе, буквально. Скорее, социальные эффекты с экологическим должны идти в паре, но это не суть. Абсолютно право в том, что экологические эффекты рассчитываются. Более того, они рассчитываются как в целом по программе, так и в рамках каждого отдельного инвестиционного проекта. Будь то строительство ГЭС, будь то строительство железной дороги и так далее. И вот, конечно, в перспективе нельзя отказываться, я уже сказал, от ДЭС, нельзя в то же самое время отказываться и от кольдерных систем, но все это должно быть в заводной увязке, понимаете? То есть осуществляться в контексте с устойчивым развитием региона, территории. Именно эта основная мысль должна занимать всех нас. А я бы хотела бы самое-самое последнее сказать, что последнее слово все-таки должно быть за жителями нашей области. Ну да, они должны здесь все хотеть жить, как минимум. В ответ на вопрос, нужны ли нам эти ГЭС, должны жители ответить. Это могло бы стать основой проведения, например, референдума. А это реально, нет Александра Сергеевича? Мы могли бы этот вопрос решить. Если Броническая партия Яблоко этим займется, то все реально. Понятно, все, я понимаю, но нужно. Я хотела сказать, такой был вопрос задан. А что же нам делать, сказал по-моему, Александр Александровича, по-моему, Юрий Довича Левитанского. Следует жить, шить сарфаны и легкие платья и ситься. Действительно, не надо. Надо делать то, что надо, что веришь, чему доверяешь и объяснить, конечно, простым человеческим языком. Понятно. Все, я бы сказала, все-таки у нас закончилось все время, которое можно было. Я понимаю, что здесь всем еще есть что сказать. К сожалению, да, время лимитировано. Но что, в любом случае, о чем мы говорили? Мы говорили о том, что жители области имеют право знать абсолютно всю достоверную информацию, как плюсы, так и минусы, от предполагаемых строительств каких-либо объектов на территории Амурской области, потому что они принимают решение, собственно, жить им в этом регионе или уезжать. Поэтому и власти, которые здесь у нас присутствуют, мы тоже призываем к этому. Экологи, со своей стороны, я понимаю, тоже будут всячески, я так понимаю, влиять на какие-либо принятия решений. По возможности, только они там могут. Всем спасибо огромное за то, что приехали. Кто-то у нас издалека приехал. Все, спасибо большое. Я благодарю вас еще. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok